Привет, друзья! Мясокит! Сегодняшняя запись прямиком с Камо Байк Адвенча. Это приключенческая гонка, которая в этом году проходит на территории Национального парка Нижняя Кама. Прямо за мной Нижнекамское водохранилище. Я хочу рассказывать вам сегодня про Ульфа Старка. Буду рассказывать о разных его книгах, о его жизни, о его произведениях, которые мне очень любы и дороги. И первое, о чем я хочу рассказать, это повесть «Беглецы». Это последнее произведение Ульфа Старка. Ульф Старк скончался несколько лет назад, должен был приехать в Россию на Красноярский фестиваль-ярмарку «Кряк», но не смог уже приехать. Вот, и теперь его книжки потихонечку издаются, и сейчас изданием новых его книг занимается в основном издательство «Белая ворона», а ранее издавалось в издательстве «Самокат». В советское время тоже были изданы некоторые книги Ульфа Старка. Это «Поросята бунтари», вот, это одна книжка в 80-е вышла. Вот, ну, она такая явно с советскими симпатиями, с такими социалистическими, поэтому понятно, что она могла быть тогда издана. «Беглецы». «Беглецы». Последняя книга Ульфа Старка, она вот про все, вот про это, про то, что вы видите перед собой, потому что Ульф Старк – это человек свободы, человек, который считал, видимо, что жизнь не стоит того, чтобы за нее цепляться, если в ней нет воли, если в ней нет моря, если в ней нет любви, конечно, в первую очередь. «Беглецы» – это книга о мальчике Готфриде, которого Готфридом называют только его дед, которого тоже зовут Готфрид. И дед умирает в больнице, он уже очень стар, и ему уже не выжить после очередного перелома. Врачи сказали, ну, все, это последние дни Готфрида. И он лежит в больнице, и он ненавидит эту больницу, он третирует медсестер, он всех задолбал, и его сын не хочет к нему приезжать, потому что у Готфрида Старшего отвратительный совершенно характер. И сыну просто тяжело, тяжело видеть отца в таком состоянии, тяжело с ним общаться. А вот внук очень любит своего деда, и он рвется к нему каждую неделю, и в конечном итоге устраивает ему побег. Побег на его любимый остров, где он прожил почти всю свою жизнь вместе с бабушкой. Бабушка умерла несколько лет назад, и они бегут на этот остров, и они проводят день в старом доме Готфрида, и плывут по морю, а Готфрид был когда-то моряком, и что-то происходит с нами такое хорошее, когда мы убегаем вместе, когда мы убегаем, чтобы побыть еще раз немного самими собой. И эта маленькая-маленькая повесть, последняя повесть Ульфа Старка о смерти, о старости и о свободе, она совершенно чудесная. И надеюсь, что и моя жизнь будет таким вот побегом. Не побегом от забот и зла, а побегом ради общения и ради шума волн. Здесь, на тропочках национального парка, хорошо думается, свежо, и не хочется быть взрослым, не хочется быть чудаком и занудой. «Чудаки и зануды» — это название еще одной книги Ульфа Старка. Это книга про девочку, которой 14 лет, и ее мама сошлась с новым мужчиной. У нее теперь у девочки отчим, и в связи с этим новым браком семья переезжает из одного района в Стокгольм в другой. И как любой 14-летний подросток, эта девочка терпеть не может этого отчима, потому что он зануда. А мама у нее художница, чудачка. Она рисует женские силуэты, но у нее нет натуры женщины, и поэтому она использует своего нового супруга в качестве женщины, и одевает его в женские платья, таким образом его рисует. Он зануда, и поэтому соглашается, так кажется, главной героине. И вообще, все, с кем она сталкивается, все взрослые, они все какие-то чудаки, все какие-то зануды, они жутко надоедают. И очень обидно, что теперь она живет совсем на другом конце Стокгольма, гигантского города. И теперь на метро, ну, в общем, все друзья, практически все дружбы будут прерваны, так и произойдет. А тут еще в школе ее принимают за мальчика. Ну, потому что она носит там штаны, короткую стрижку, и имя у нее такое двойное, оно может быть и мальчишеским, и девчачьим. И она решает подыграть учительнице, учителем и всем одноклассникам, и начинает играть роль мальчика, ведь никто же ее не знает. И тут все и начинается. Вот такая двойная отражающаяся вещь. Эта девочка притворяется мальчиком, а ее отчим зануда, притворяется женщиной. Но здесь совершенно не о гомосексуализме, это совсем другая история. Это история о любви и о поиске себя, конечно, о том, что вот ты на новом месте, вот у тебя новый родитель, ну и что же теперь делать? А что делать? Ну, приспосабливаться. Ну, выживать, радоваться жизни в конечном итоге, ну и, конечно, влюбляться. И это, наверное, одна из самых таких трогательных книг о подростковой любви, которую я когда-либо читал. Она такая хорошая, она такая целомудренная, она такая добрая, и она такая настоящая. Вот как этот лес. Контрольный пункт номер 100. Вот он передо мной. Вам его пока не видно. А мне уже видно очень хорошо. Сейчас я к нему подойду. На берегу нашего, за неимением Балтийского, нашего Камского моря, Нижнекамского водохранилища. Вот. Пункт номер 100. И сейчас я отмечусь здесь. Ну-ка. Ага. У Ульфа Старка очень много моря в книгах. И это неудивительно, ведь он швед. И Перси, Буффало, Билл и Я. Это моя любимая книга. Ну, не знаю, у меня все книги Ульфа Старка любимые. Ну, в общем, Перси, Буффало, Билл и Я. Это книга про мальчика, который поехал к своему дедушке на лето в деревню, которая находится на острове посреди моря. И это маленький островок. Там живет дедушка, бабушка, еще несколько человек, разных знакомых и друзей. И самое главное, конечно, мальчишки и одна девчонка, которая очень нравится главному герою. Очень нравится тому мальчику, но, к сожалению, она его совершенно не замечает. Но в этом году вместе с ним едет его друг Перси. И Перси внезапно завоевывает внимание всех. Он нравится девочке, он нравится дедушке, он нравится бабушке. И поэтому главный герой, конечно же, начинает ревновать. Но эта повесть про дружбу, и эта дружба верная, и Перси оказывается хорошим другом, и он вместо того, чтобы отнять все и присвоить себе, наоборот, начинает помогать главному герою. Давай, давай, в воду топи, наступи. А вот и дети. Привет! Быстро ты через лес пробежал. Да, я насквозь, и по дороге пошел. Иди. Давай, все. А я тебя отпускаю. Так вот, Перси начинает помогать вам герою. Он помогает ему завоевать дружбу девочки, хотя безуспешно. Он помогает ему найти взаимопонимание с дедушкой Готфридом. И, в общем, на самом деле, беглецы, о которых я уже говорил, это продолжение повести Перси, Буффало и Билл и Я, и ее логичное завершение. Самый главный, наверное, вопрос в повести Перси, Буффало, Билл и Я заключается в том, а можно ли заслужить счастье, можно ли завоевать любовь. Можно ли надеяться, что если ты будешь очень хорошим, могучим и замечательным, то тебя полюбят, и ты проживешь счастливую жизнь возлюбленного человека. Можно ли это? Возможно ли? Или все же судьба бывает жестока? И на этот вопрос повесть дает сразу два противоположных ответа. При этом она совершенно оптимистична. Такая тоже очень добрая и совершенно сказочная. При всей реалистичности Ульфа Сарк, кстати, тот, что у нас издан пока в России, он весь такой реалистичный. У него есть сказки про всяких там бесенков. Ну и есть, да, вот еще издан Георгий Дракон, тоже такая мифологическая штука. А в основном он такой реалист, психолог, описывающий быт, жизнь. Но он это делает хоть и реалистично, но все-таки по сути своей его произведения это, конечно, сказки. Маленький лесной пруд, КП номер 86. Вот он там. Красота неописуемая. Чудеса чудесные. Погода все еще нас очень радует. И радует всякого, кто решился и пошел. Вообще, наверное, это такая самая главная штука. Просто взять и пойти, и куда ты уже потом денешься с этого своего пути. И маленькая повесть о любви Ульфа Старка. Это повесть действительно очень маленькая. И она правда любви. Начинается у нас с того, что мальчик разговаривает с костюмом своего отца, который ушел на войну. Этот костюм висит в гардеробной, в идеальном состоянии. Это праздничный, красивый костюм. И мальчик залезает в гардероб и разговаривает с отцом, так как будто бы отец прямо здесь. И самое главное, что он спрашивает у отца, чем он делится с ним, это то, что ему нравится девочка. И отец не смеется над ним, а наоборот подбадривает его и говорит, ну что ж, попробуй. И мальчик идет в школу. А он, конечно же, хулиганистый, задиристый, умненький, юморной. И, например, он приделывает гитлежевские усики скелету, потому что, ну, Гитлер во всем виноват. И этот скелет за стеклом с гитлеровскими усиками весь день радует всю школу, кроме директора, который хочет наказать зачинщиков этого дела. Но, естественно, он не знает, кто это сделал. И главный герой, тем не менее, немедленно сознается. Он говорит, да, это я. И вот это вот, да, это я, его смелость, его бесстрашие наконец-то привлекает внимание красивой, замечательной, доброй, рыжей, сильной, могучей девушки, девочки. Эта повесть необычайно трогательная и очень напоминает мой добрый папа Виктора Галявкина, но только без трагической концовки. Здесь отец вернется и война когда-нибудь закончится. Знаете, тут не хочется говорить, тут хочется просто идти по лесу. Вот поэтому лес. Я возвращаюсь на финиш, прошел все, что хотел, не смог найти 45-й контрольный пункт, терялся в лесу, ходил за лосем. Лося я не видел, но следы его пребывания постоянно кружили меня по лесу, и я так и не смог найти, где же полянка с КП. И вот я решил махнуть над рукой, пойти на финиш и почитать там еще одну книгу Ульфа Старка книгу под названием «Пусть танцуют белые медведи». Это единственная его книга, которая у нас есть и которую я еще не прочитал. Вот это книга, в которой папа приклеивает жвачку к волосам учителя в школе. Начало многообещающее, и повесть, я думаю, совершенно замечательная. я как-то не говорю о том, что Ульф Старк очень смешной, но он действительно очень смешной, и жвачка в волосах учителя это только одна из шуточек, которые Ульф Старк умеет шутить. Свой день я решил завершить тоже на берегу Камского моря с видом ну вон тут платформу, которая что-то там добывается одна, вероятно, гравий, вообще величественное впечатление производит наша река, когда ты все-таки видишь я все-таки в лагере крылатый, где находится база Камо Байк Адвинча в этом я впервые в жизни был в лагере именно здесь 27 лет назад и здесь не очень-то сильно все изменилось может быть немножко все отремонтировали но не более того и здесь я дочитывал книжку Пусть танцуют белые медведи Ульфа Старка эта книга наверное самая грустная из всех старковских книг что я читал ну как грустная да, то есть там просто герой ну он старше чем другие герои книг Ульфа Старка Ласса его родители разводятся мама уходит к другому и забирает его с собой и Ласса привыкает к новым обстоятельствам становится другим человеком вот этого от него хочет и мама и директор школы и его новый отчим и только папа одинокий где-то там в маленькой квартирке ждет его на выходные и все это довольно грустно хотя это невероятно смешная книжка полная забавных ситуативных каких-то шуток и конечно не в последнюю очередь шуток с девчонками потому что у Ласса вдруг появляется сводная сестра и конечно же никак не будет приколов грустная глубокая искренняя очень сильная книжка потому что это действительно книга о том что надо быть таким какой ты есть а каким ты должен понять сам это написано на обложке книги это в самом финальной книге еще раз повторяет Ласса очень здорово что этот небольшой еще человек находит в себе силы собраться и решить что да я хочу сам определять каким я хочу быть я не хочу идти на поводу красивых шмоток и отличных оценок в школе по похвалу учителей я не хочу идти на поводу ностальгии я просто хочу любить своего отца быть с ним и быть каким-то может быть хулиганом но зато собой замечательная литература наверное наиболее безвозрастная из всех книг Ульфа Старка хотя я чудаки и зануды тоже пожалуй вот и закончилась гонка камская приключенческая гонка каннбайк адвенча и закончился мой маленький марафон по произведениям Ульфа Старка спасибо что вы смотрели меня надеюсь что книги были вам интересны а Кама была прекрасна